Саленька, у тебя такие красивые черевички, как у самой императрицы. Наверняка ты на них была в Сарочинской ярмарке. Нет, я их покупала в другом месте, но на ярмарке хожу. И об этом, кстати, предлагаю прямо сейчас поговорить, потому что наша следующая гостья, начальник управления развития внутренней торговли Ирина Петровна Мизавцева, она сама мама детей и, конечно же, вынуждена ходить на школьные ярмарки и там собирать и готовить их в школе. А мы только про школьные или про разные другие тоже говорим? А вот сейчас я предлагаю об этом и узнать у самой Ирины Петровны. Доброе утро! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Отлично началось, учитывая то, что я приехала к вам, значит, это уже замечательно. Мы тоже очень рады вас видеть. Взаимно. Ну, а интересно, уже в это время школьная ярмарка работает, вы не знаете? Да, совершенно верно. Я могу сказать, что школьные ярмарки уже работают по всему Крыму. Их насчитывается 19 площадок по регионам и 22 школьных базара. В Симферополе он стартовал с конца июля и будет проходить включительно до 3 сентября. Это наш сквер Тренева. Более 100 торговых мест мы предусмотрели там для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса. И, соответственно, я думаю, что даже самый привередливый покупатель и потребитель искушенный найдет все, что пожелает. Тем более, что также мы предусмотрели и огромное количество мест на рынках торговых. Но школьные базары, конечно, выигрывают в плане социальной направленности и в плане того, что цены там ниже на 10-15%. Скажите, какие еще ярмарки и базары проводятся у вас? Кроме школьных? Кроме школьных. Министерство промышленной политики регулирует и координирует вопрос ярмарочных и выставочных вопросов. И, соответственно, мы курируем и мониторим проведение ярмарок выходного дня в регионах, потребительских ярмарок. На сегодняшний день потребительский рынок республики насыщен в полном объеме. И на самом деле, правда, очень удобно о том, что покупатель может выбрать любой интересующий продукт, будь то продукты питания, либо одежда и так далее. Ирина Петровна, а вот себя все-таки этот вид торговли, наверное, не изжил, не исчерпал? Люди все так же ходят на ярмарки? Нет, вы знаете, ходят. Торговые центры, они ходят. Это традиционно. Но мы же сейчас говорим о школьном базаре, правильно, в первую очередь? Ну, вообще в целом, о ярмарках и о школьном базаре тоже. Конечно же, ходят, потому что, ну, во-первых, это традиция. Во-вторых, все-таки ценовая политика более интереснее, чем среднерыночная. А на данный момент этот вопрос актуальный. И, конечно же, ассортимент плюс наличие наших крымских товаропроизводителей. Скажите, а качество самих товаров отличается как-нибудь в супермаркетах? Вы знаете, ну, качество, качество мониторится достаточно строго всеми контролирующими службами. На все продукции и продукцию имеются все необходимые сертификаты. Поэтому, ну, я могу сказать, что и там, и там качество соответствует везде. Просто здесь уже имеется в виду доступность, удобство. То есть, например, мне удобнее с детьми прийти на школьный базар и где-то в одном месте все выбрать. И обувь, и форму, и ранцы, и тетради. Кто-то привык к торговым центрам. Здесь вопрос только привычки потребителя. А нет какой-то статистики в процентах? Насколько отличаются цены на ярмарке от, скажем, среднего возраста? До 15%. Иногда бывает и выше. Копейка, рубль бережут. Мне интересно место расположения. В этом году решили школьную ярмарку в Симферополе установить возле парка Тренева. Да, дверь Тренева. Кочуют у нас школьный базар. Кочуют. Вот стационарного места так и не выбрали. Вы знаете, ну смотрят по удобству. Это уже больше вопрос к нашим городским властям. Я так предполагаю, что смотрят удобство. Опять же, проводятся опросы на сайтах. То есть, ну значит, наши сами потребители и население выбирают данный вид организации и в данном месте. Скажите, а вы все-таки, если выбирать пользу ярмара, какая больше? Экономическая польза или социальная? Вы знаете, и социальная, и экономическая. Нельзя сказать на конкретно какую-то большую упор сделать. Она одинаково социальная и одинаково экономически выгодна. Я надеюсь, что население Крыма остается довольна. И также гости и приезжие, потому что у нас в этот момент очень много гостей. И я сама видела, что ярмарка очень насыщена людьми. И люди выбирают и покупают. Ну а потом в конце подводите какую-то статистику, сколько людей посетило, может быть, школьную ярмарку? Мы соберем этот вопрос, эти данные у администрации муниципальных образований. Такой статистики раньше не проводилось. Но в принципе, это можно просто посмотреть по покупательской способе, по товарообороту. Но вы сами уже, наверное, ходили на школьный рынок, уже собирали, что купили уже детям, скажите? Ну, так как мой ребенок старший в кадетском классе, то форму, к сожалению, у меня не получилось на ярмарке купить. У нас специализированные военные магазины. А вот канцелярские принадлежности, да, очень удобно. Плюс всегда Министерство промышленной политики рекомендует всем хозяйствующим субъектам очень ответственно подходить к выбору, в том числе нанесение неких информационных материалов, да, чтобы наше подрастающее поколение росло в том необходимом традиционном нам уровне, без каких-то надписей, логотипов. То есть, ну, такое вот. В этом плане очень приятно, что школы подошли ответственно к этому моменту, и тетради требуют, просто тетради, без каких-то там цветных, наляпистых рисунков, ну, в таком плане. Большое спасибо вам за рассказ. Напоминаю, в гостях в нашей студии Майзавцева Ирина Петровна, начальник управления развития внутренней торговли. Спасибо за рассказ. Спасибо, всего хорошего.